День защитников Отечества День защиты Я желаю вам крепкого здоровья, чтобы женщина всегда была вашим тылом, вашей опорой, чтобы всегда в доме был уют, чтобы вы были здоровы, счастливы. Всего вам самого лучшего. На территории крепости тоже многолюдно. У братской могилы советских военнопленных, где покоятся 18 тысяч сожженных и расстрелянных солдат, руководство города, представители трудовых коллективов и молодежь. В святом для каждого бобручане на месте не звучат громкие слова. Наследники подвига белорусского народа искренне поклоняются героям Великой Отечественной. Я с большой радостью поздравляю и желаю оставаться настоящими защитниками своей родины, своего дома, своей семьи. Желаю оставаться сильными именно в достижении своих идей, своих планов, быть упорными, достойными того высокого звания защитник. Самых отважных и смелых поздравляют и на предприятиях. На Бобруско-Громаше, прямо на проходной, мужчин встречает казачий ансамбль «Вольница». Здесь же мини-фотогалерея из снимков тех, кто служил. Каждому в подарок сувенир и, конечно, улыбки милых дам. Сегодня мы отмечаем 23 февраля, поздравляем наших мужчин, так как у нас их преобладающее большинство на предприятии. Желать на сегодняшний день самое актуальное – это, наверное, здоровье, семейного благополучия, финансового благополучия, ну и стабильности в стране. Сегодня вооруженные силы Беларуси – профессиональная, прекрасно оснащенная мобильная армия, способная защитить целостность и независимость государства. Воины свято хранят и приумножают традиции старших поколений и совершенствуют мастерство. Боеготовность на особой высоте. Ее продемонстрировали недавние белорусско-российские учения «Союзная решимость». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.